Добрый день! Меня зовут Макс, а это моя жена Зина. Вчера нас доставили в эту клинику замечательную. Это клиника при медицинском университете в городе Омаха, штат Небраска, США. Вначале мы очень долго волновались, потому что вначале хотели делать лесовое стечение, но потом врач очень подробно все разъяснил, в чем будут проблемы. И после достаточно долгих колебаний мы согласились на настоящие естественные роды. И, в общем говоря, мы не пожалели об этом, потому что бывает сделана анестезия, эпидуралка. Как все происходило? Поздно вечером нас доставили, вернее мы сами себя доставили в эту замечательную клинику, попали в эту палату. Палата достаточно огромная. В Москве мы никогда с подобным не сталкивались. Прямо при входе находится вот такой замечательный санузел. Свой собственный персональный, с душем, с туалетом. И в палате находится один. Идем дальше. Вот такая кушаточка, где может папа расположиться. Ну и родственники, которые сидят и хотят здесь увидеть рождение ребенка. Все необходимое оборудование доставляется по мере необходимости. Вот, например, стойка такая, анестезиолог прикатил ее. Здесь зеркальце даже есть, чтобы женщина могла свой мытьяж, привести себя в порядок. А тут управление, не знаю, ну как в Хьюстоне, где космические корабли запускают на Луну. То есть такого оборудования я не видел. Подсоединили мониторы, компьютеры, какие-то диаграммы. Я уже на что инженер, но я даже половину не понял, для чего это надо. И в течение всех родов шел мониторинг ребенка, приходили врачи, консультировали. А когда подошли сами роды, то вся палата уже была заполнена персоналом, потому что это все-таки клиника при университете. Вот, и, собственно говоря, даже профессор какой-то пришел седой. Но мы не ожидали такого внимания. Самое интересное, вот этот синий телефон. Необходимо было подписать определенной бумаге, хоть я и Зина знаем очень хорошо язык, но какие-то термины нам были непонятны. Для тех, кто вообще язык не знает, существует такая служба. Персонал дозванивается к клинике вот по этому синему телефону с онлайновой службой переводов. Не обязательно, что это будет русский переводчик, это может быть любой переводчик, если сложности с языком. И прямо в онлайне доктор задавал какие-то вопросы, зачитывал тексты какие-то необходимые, которые надо было подписать, необходимые документы. То есть клиника получила от нас добро, что если в случае необходимости мы можем сделать переливание крови, мы дали согласие на вакцинацию. Короче, необходимый перечень бумаг. Переводчик в течение 30 минут очень быстро нам все это перевел, а потом шло общение на английском языке. Очень простые термины, ничего сложного нет. Зина, скажи, как ты справилась? Ну да, я в последний момент без тебя уже разговаривала со всеми врачами. Понятно, скажи, твои впечатления, как у тебя вообще рода здесь, вначале ты боялась, да? Я очень боялась. Пранестезию как бы, да? Да, на самом деле все очень легко и не больно. То есть когда пидураку сделали, то все уже пошло... Да, и все прошло просто идеально. Когда пидураку сделали, то все пошло просто идеально. Вот скажи, твое мнение. Ты бы рекомендовал бы все рожавшую в США вот так людям? Когда у тебя стоят 6 человек и выстегляют души, то это здорово. Все тебя поддерживают. Ты видел когда-нибудь вот такую палату? У нас в России такого нет. Ну да, если сравнить с Первой Градской где-то как-то случайно оказалось после травмы, конечно... Белье не менять, здесь специально белье менять. Пронесли ребенку всякие пузыночки, кофты... А, это вот отдельная песня. Сейчас придет специальная девушка. Она сейчас взяла таймбрейк. Вот. Тут специальный одноразовый комплект. Специально уже все дельметически запечатано. Стерильный. В этой ваночке сейчас ребенку сделают первый туалет. Помоют его и так далее. Здесь его взвешивали. Перепеленовали. Вот эта вся компьютерная система мониторила. Это принесли свежий сок. А там еще самое интересное. Вот такое вот меню. Вы можете из этого меню заказать потом после родов. Все что угодно. Позвонить по телефону и вам это очень быстро доставят. На любой вкус. Цвет как бы азиатской кухни, итальянская. Ну, все что хотите. Ну, то есть тебе понравилось все это? Да. Очень хорошая клиника. И уход хороший. Сейчас принесут мне покушать. Сейчас буду кушать. Хорошая обслуживание. Мне очень понравилось. Все привычки там быстро сделали уже. Да, все привычки сделали. Сейчас помоют. Сейчас нас оденут. Сейчас пижамку. Что там принесли? Ну, там какие-то вещи. По-моему, пижамку я видел. Пижамку сейчас. Плочек. Ну, и как бы если ни потолок, ни каких у ребенка нету, там особо они не задерживают здесь. Нет резона лишних денег снимать с... Завтра нас могут убежать, кстати, из больницы. Да, то есть если все в порядке, там они не заинтересованы, чтобы задерживать, потому что живающих попасть очень много, вот. И тут как бы у них на потоке, поэтому все очень быстро, оперативно делается, да? Заражайте в США, как говорится, да? Заражайте в США и проблем с этим не будет. Окей. Оставайтесь с нами. Да.